таинственный идол с острова пасхи оказался у нас в руках и не просто оказался у нас в руках его сделала наталья топоркова а как она это сделала сейчас мы все узнаем наталья ну как понимаете здравствуйте по-первых он оказался у вас вы его привезли в чемодане вот это же не просто так ты же здесь правильно поднимайте идола пасхи я смогу конец он оказался лёгкий он оказался пенопластовым он оказался потому что хотя на вид бетон бетон обман обман все обман действительно чем бомб женщины слабые бетонные идолов таскать нет мы будем делать из пенопласта давайте расскажем как пенопласт вот продается он на 5 сантиметровой толщины то есть берем несколько листов соображаем что мы будем делать до разрезаем их и склеиваем склеиваем пенопласт клеем pva просто вот нарезаем получаем получаем блоки вот видите шов видите вот это шок вот этот нам уже лист просто остался от изделия вот такие блоки он у меня был склеен из пяти листов то есть вот у меня осталось теперь мы будем вырезать маленького и тала до то что у нас мало время вы бы маленького сделать это значит с этим микроидола значит режется все обычным кухонным ножом но грязи будет прилично это нужно понимать да то есть грязь конечно она такая не грязная но противная то есть мы отрезаем себе а кто еще вот не любит этот скрип тоже не браться за эти мероприятия это все такое на нервы действующие кто не любит такой скрип у того нервная система расшаталась обратите внимание но мы легко к этому относимся то есть мы получили такую заготовочку если есть желание мы можем ее разметить потому что тоже все руки он же липнет он отлипает на чувствуешь прекрасно то есть хорошо бы если мы лицо делаем хорошо бы она была симметричным правильно ну допустим давайте вот какие-то себе тут наметки сделаем тут как бы вот что что то такое да вот что мы там планируем по пенопласту хорошо фломастер рисует и потом просто начинаем это все обрезать вот только вот скрипто это мы сейчас голову делаем да мы сейчас делаем заготовочку вы даже удивитесь она будет похожа даже на нас ну вот на то что сделано причем это все как бы достаточно быстро происходит носик я ему делаю а я объясню объясню особо напрягаться можно не напрягаться потому что если вы что-то отрежете лишнее у нас есть зубочистки которыми вы можете ну что-то если большой кусок вы можете обратно это представить потом у нас запасе есть еще как бы когда будем обклеивать вы сможете что-то на марлю на клей приклеить подкорректировать и в конце концов у нас еще есть бетонная часть работ когда вы вообще можете все заново там своясь как вам угодно вот поэтому ничего страшного вырезаем в общем-то схематично да 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 то есть тут не нужно быть скульптором если вдруг скажут что наталья сергеевна там закончила эти какие-нибудь художественные вузы так это не так вот просто мы вот достаточно смело это очень смело режем так давайте вот эти щечки ну и допустим ну все-таки я думаю что товарищи посол про в опаске вы рассмотрели внимательно то даже лукавить не стану я даже больше скажу я и на себя ходила в зеркало смотреть чтобы понимать как человек устроен как лицо выглядит так ну что видно как тогда что у нас тут что-то такое человеческое образовалась вот у нас есть но у нас есть скулы у нас есть лоб ой видите но отвалился у нас этот часть носа часть носа револю не страшно вот видно да он у нас конечно весь такой мохнатенький немножко но мы его сейчас очистим и надо то есть в этот момент вы прокляли все на свете и приступили к уборке квартиры итак ну вот заготовку мы вырезали ну вот она вот чтобы у нас во-первых не мусорила без конца а во-вторых чтобы было потом на что прикрепиться вот бетону мы должны ее покрыть марлей и обмазать клеем пва вот такую сделать да какую штуку если мы что-то забыли что не хватает ушей а мы сразу уши можно их вырезать но мы забыли их сделать спички не спички зубочистки я не буду сделать ну вот показываю там там уже вот какое славное ухо да ну или корона опять что-то мы забыли приделать вот на зубочистках все прекрасно держится и можно но так вот если мы что-то хотим добавить то нам надо на этом этапе дополнительно добавить 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 если мы хотим сделать вот как у меня там трубки проложены внутри я его разрезала пополам проложила трубку собрала эти половинки на зубочистках и теперь я это вот все буду марлей заделывать заделывается тоже все достаточно просто марля самая дешевая если со зрением как бы не уверены что все хорошо видите марлю можно марганцовкой помочить и высушить она будет коричную коричневая и на белом фоне и будет хорошо видно но нам в помощь очки плюс 3 так ну вот допустим вот у нас такая вот есть мы ее так кладем достаточно свободно чтобы было куда я не знаю это выпуклости это в пуклости что-то такое что в пуклости заполнить клеем как кстати мы же нос это были вставить туда вот вот в этим как вот в эти в глазнице да просто пожирнее просто размазываем то что выпукло это понятно что легко это все заделывать а вот то что впадины то их немножко конечно больше клея просто кладем в этот момент и все вот то что здесь не ровно это не важно потому что нет не беспокойтесь потому что мы будем потом заделывать цементом и все это вот борода в очки бы хорошо вынимать вот эти сразу это же ничего бывает и бороды бородавшие взять не страшно вот и все вот так вот по направлению мы это размазываем и с другой стороны тоже хотим секунду про другую сторону уже сохнет час потерпите с другой стороной потому что выпили палочкой ну собственно бывает а хорошо ведь это можно конечно и сразу помазать вот но можно и дождаться пока эта сторона высохнуть перевернуть следующий кусочек наложить и заклеить один слой марли или несколько один конечно нам все хватит вот еще такое ну как тоже такая скажем если хотите сделать ну что-то потом к чему прикрепить допустим ну какой-то выступ да там еще что-то опять же говорю вот чтобы потом цемент держался бетон на чем сформировать вот на все про корону то говорю не напрасно вот они с коронами вот вы хотите сказать что вот эти были вырезаны сразу сразу большие я вот про настоящую корону вот допустим какие-то сделайте закладные так скажем это зубочистки они их отломить то их несложно правильно они вот потом вот но вы к ним сможете уже крепить все все что вам потом захочется правильно ну или когда обмазывать будете это просто к тому что вот может быть я хочу сделать какую-то корону не сплошняком какую-то такую вот вот так вот я могу это вот сделать промазать допустим что потом у меня цемент и держался на этом все он же на совсем данным вот допустим вот это у меня будет потом основа для короны но нам корона не нужна мы это убираем все и оставляем его сушить итак первая часть позади переходим ко второе что же дальше теперь мы нашу заготовку которая уже обмазана марлей высохла должны нанести слой плиточного клея заметьте не цемент не бетон именно плиточный клей ну понятно что с ним лучше работать в перчатках теперь что тут важно не делать его много потому что клей он высыхает подсыхает в процессе я всегда беру ну ложечек 5 не больше но у нас заготовка совсем маленькая и мы наверное ее все-то и делать не будем пару ложечек добавляем понемножку воды немножко лучше водички потом добавить и получаем вот это жидковато немножко но в принципе можно и такое обмазать ну давайте чтобы быстрее получилось типа сметанки вот такой клей он будет потом гуще ну он еще будет гуще сделаю уж потому что вообще плиточный клей уже настаиваться 10 минут у нас он как бы настоялся и вот мы как бы начинаем его закладывать трудно да все это простенько начали прям с лица не менее а потом мы еще так не ленимся еще пальчиками его помажем вот он такой получается немножко бородавчатый не совсем ровный но это же такие специально у нас все это же скульптура это же такой специальный такой вид скульптуры бетон ну давайте вот ограничимся мы лицом мы должны промазать все голову голову или вы там яблочко делаете или там я не знаю чебурашку гномика если захотите вот что важно при этом вот мы получили такого дяденьку можно даже это не сказать так не четко все промазывать сейчас когда он высохнет мы можем более как бы густым клеем сделать ему что-то дополнительно да мы можем губы ему сделать мы можем ему сделать нос уши корону все что угодно но если мы хотим допустим ну вот есть нужда там ну что-то допустим он у нас будет потом нам горшке стоять то есть вот эту штуку мы должны на этом этапе сделать потому что вот это коросто схватиться ее мы не сможем уже проковырять а сверлить она достаточно тонко она треснет если мы хотим чтобы допустим структура какая-то была вот сухой кистью можно вот так вот натыкать да у него там это все получается или наоборот вот какие-то рифлен очки ему там сразу там вот допустим сделать это все вот на этапе мокрого плиточного клея и так сейчас мы увидим конечный результат нашей работы он у нас уже стоит мужики высохли подросли расплодились их стало да это вот был такой замысел вообще это фонтан будет то есть мы можем делать любую фигуру собственно что вам хочется одну-две там гру птички зайчики все что угодно главное до подход основание из пенопласта обклеиваем и обмазываем а дальше вот эта фигура ну в данном случае у меня это фонтан то есть идея какова здесь емкость из пруда фонтан через насос поступает вода перетекает средний перетекает в малый из малого он плюется у меня в пруд обратно и вот такие подсветки с туманообразователем я так думаю что вечером будет очень красиво ну я надеюсь в принципе еще планирую его в коричневый цвет покрасить и бетонные изделия неплохо покрывать лаком по камню спасибо огромное наталья это просто восторг какой-то где же вы берете такие идеи дядя google